Добрый день, дорогие подписчики, гости нашего канала. Рада вас приветствовать! Конец января – это то время, когда все огородники начинают скучать по своим грядкам, по своим растишкам, и у нас начинают чесаться ручки, чтобы что-то пораньше посеять, начинать ухаживать. Но хочется также предупредить, отметить, напомнить вам, что ранние посадки чреваты не очень хорошими последствиями. Если наша рассада перерастает к тому времени, когда необходимо ее уже высаживать на грядку, она, конечно, начинает стрессовать. Если рассада набрала бутоны, она их может сбросить, поэтому все хорошо делать вовремя. Сейчас мы с вами, конечно же, рассматриваем огород на подоконнике, за окном снег, а у меня такие растишки. Поэтому я не тороплюсь с посевом каких-либо других сортов томатов, либо перцев. Выращиваю на подоконнике я и томатики, и перчики. Хочу сейчас сделать небольшой обзор. Пока только бутоны, плодов практически нету. Январь, посеяны были мои растения в конце ноября. Сладкий перчик. Сорт Фьюджи. Самая главная проблема перцев выращивания в помещении, это сбрасывание бутонов. Почему это происходит? В моем случае это недостаток влаги. Именно в воздухе. То есть с поливом все отрегулировано, все в норме, а вот влажность воздуха в помещении не хватает им. Что происходит? Кроме сбрасывания бутонов, конечно же, начинают закручиваться вот так листочки. В этом нет ничего страшного. Я ставлю увлажнитель, но видно, этого недостаточно. Опять же, это сорт Фьюджи. Он довольно-таки высокий. 80 сантиметров набрал высоту. Завязывает бутоны хорошо. То есть данный сорт предназначен именно для выращивания перчиков на подоконнике. Но сбрасывает, опять же, повторюсь. Ставлю увлажнитель, делаю какой-то дождик, значит, поливаю, опрыскиваю и пином, чтобы не стрессовал перчик. Но, тем не менее, такой результат. Пока плодиков нету. Рядом стоит перчик Кеша. Он поменьше, сантиметров 50-60. Посеян был на две недельки попозже. И уже с перчинкой. Бутоны тоже сбрасывает. Но вот уже перчики завязал. Он такой пышный, хорошо набирает листву. И вот завязи, да, будут. Посмотрите, сколько бутончиков. В общем, это очень приятное занятие для меня. Поэтому хотелось бы и с вами поделиться. Быстренько покажу еще томатики. И расскажу одну хитрость. В прошлом году я выращивала также томаты на подоконнике. Потом в летний сезон перенесла на открытую веранду. Там они у меня стояли в кашпо, радовали. Но один кустик у меня переехал обратно в дом. То есть это второй его сезон. Взяла я от него всего лишь пасынок. И он уже успел завязать томатик. Это горшечный желтый. Ну и дальше он пошел в рост. Тоже набирает уже бутоны. Вот видно, да? Все, конечно, это нужно подсвечивать. Плоды не будут завязываться, если не будет рассада обеспечена светом, правильным питанием. Рядом у меня томатик пиноккио. Тоже с бутончиками. Жду, когда начнет радовать плодами. Томаты намного легче выращивать на подоконнике. Поэтому, если вы часто скучаете по огороду, по рассаде, можно заняться вот таким приятным занятием. Желаю вам хорошего настроения. Я думаю, что наблюдение таких растений в зимний период, когда за окном снег, принесло вам хорошее, приятное настроение. Но, опять же, напомню, не торопитесь сеять в какие-то культуры раньше того времени, чем им положено. Всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова